Здесь на Земле есть параллельные миры еще, кроме нас. Параллельных миров много, но вот на Земле основных вот этих миров это 12, и плюс еще надсистема. Как бы у нас есть система шаблова земная, и у них своя надсистема. То есть тут 13 параллельных миров. Здарова! Я, кстати, записываю этот фрагмент уже второй раз, потому что я забыл почистить флешку, и, короче, вот я ее наконец-то форматнул, но на этот раз я нормально все сделала, точно все сохранилось, короче, буду монтировать. Огонь! Ну, то есть вот эти предыдущие дни. Мы уже загрузили магазы в Газель, ребята повезли, мы сейчас едем на автовокзал, типа цепляем там какую-то машину и обгоняем их нафиг, чтобы приехать, все там согласовать и, короче, занести. Сегодня собираем магазин в Тольятти. Время 10.30. 5.50, где-то так. И к нам уже должен подъезжать чувачок. За 75 рублей такси Кирилл, комфорт, 75 рублей. Домой отсюда ездим. О, вот он. О, а может подальше, подальше, нет? Некрасиво же, блядь. Все. Все. Поехали быстро, хорошо. Все, спасибо, до свидания. Вот, выбирай, короче, выбирай просто, до хренича. Тольятти, да, почем Тольятти? Почем? Какой город? Тольятти. Старый, новый? Новый, Барковская, окей. Ну, недалеко от автовокзала. Вдвоем? Вдвоем, да. Сразу поедете? Ну, да. Поехали. Сколько? Полтарь. Полторы? Тысяча 300, договоримся? Нет, тысяча 300 нет. Сейчас такие, о, тысяча 300. По-любому. Поехали, что вы. Что, полтора поедем? Ну, поехали. 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 Я, наверное, дам слово, это женщина. Я думаю, мы по-любому обгоним этих ребят. Но это не то. Ну вот, мы в нашей маленькой Италии. Тотти, Тольятти, Тольятти, да? Тольятти, короче. Вот, окей. Итем, заходим. Не знаю, чуваки-то, наверное, не приехали, они все позвонят, да? Огонь. Нехило так мы обогнали наших газелистов. И пока, значит, очень аппетитненький пирог с капустой и грибами. Ну и вообще, пироги в окее, я шокнулся немножко. Хотя, видишь, я, наверное, нашел хитрость. Типа, есть все-таки хитрости здесь. А так он лежит, короче. Ну, очень много начинки. Прям, прям, это как-то дерзко даже. Даже хочется такое есть. Ништяк. Кажется, я уже наялся. Короче, никаких обманов. А это просто дерзкая начинка. А они просто борзые какие-то. Я не видел, что такие пироги делают где-то. Хе-хе, нормально. Не так-то тут все и быстро. Сидим, ждем. Сейчас уже ждем. Ну что, бабах? Что? Это я с подписчиками. А? Да с ютубом болтаю. Бабах, магаз готов. Да? Ну почти. То есть сейчас дверцы будем ставить. Здесь дверцы будем ставить. Оборудование всякое. Полочки, всякие дверцы там. Какие-то косички доделать. Лампочки поставить. Провести, значит, всю эту подсветочку. И ну вот такой вот внешний вид магазина. В целом пока что, да? Уже примерно понятно, что к чему. У нас такое огромное расстояние. Не то, что да у меня на фарнасе там. Жопу не повернешь, короче. А здесь вон, в футбол играет. Короче, такой гоняй мячи, ништяк. Целая такая подсобочка тут аж получается. Ну как раз вот для меня худого. Да? Такой раз и типа пошел. Подсобить. Вот так вот. Сейчас я буду заниматься светильничками. Ну что, на сегодня закончили. Там еще много чего делать. Но нам еще надо съездить в Самару, принять там товар. Еще что-то приедет. Стекло приедет. И, собственно, все. Набрали всякой жратвы. Сегодня буду мусить себе салатик, сосисочки. Там еще есть дом кефирчик. Короче, я начинаю отъедаться потихоньку. Не то, что первые три дня. Я, короче, ел там маршаву в день. Или вообще ничего не ел. Поэтому это надо исправлять. Салатик. И, короче, завтра мы тупо там принимаем. И опять сюда валим. Приваливаем сюда. Все делаем. Ну и я остаюсь здесь работать. Мы же, как завтра приедем, мне больше не надо будет в Самару, наверное, да? Да. Пам-пам. Сниму здесь хатку еще. Вот эти меднокожие, они хотели что? Они хотели оставить треть населения на земле. И сами здесь жить. И на своем примере показывать, как воспитывать землян там и так далее. Они хотели сделать материки, сделать один такой большой материк. И здесь делать заводы по производству космических кораблей. Вот такие задумки у них. Так как они себя считали хозяевами земли, они сразу выполнять стали, не дожидаясь там. Сделали заряды, чтобы сдвинуть материки энергетические. Вот. А тут свыше вот этот коррекционный совет. Как бы решил, что негативных программ не будет. В основе вот этих программ, которые позитивные были, сделали одну программу. И кто ее написал как, тот и принимает участие. Называется такое сообщество. Седьмое кольцо. Сообщество такое, цивилизация. А этих вот, которые были меднокожие и эпсилу, их отсюда убрали. Они уходили со скандала. Вот как раз в 2012 году меднокожие все готовили к апокалипсису. Помните, все ждали апокалипсиса? Ну, хайпили, да. А я в этой теме находился как раз с 2012 года. Среди контактеров. В организации было, которые серьезно занимались контактами. И даже когда вот это разрабатывали программу, то у них был такой вот почему люди участищи не принимают? Давайте привлечем и людей. Контактеров послали вот это вот, как бы, контактеров получили, что вы можете участвовать в разработке программ. Два контактера. Вот этот Александр Класс получил. И вот в этой организации, где я был, там контактер такой, Альтери, как называется. Это женщина. Она тоже получила. Александр Класс, я серьезно как-то это воспринял. Не стал заниматься программой. Альтери, своим коллективом, они разработали программу там свою. У попыток были нападения на членов организации. И потом поставили security. Каждому члену организации выделили security от неземной цивилизации, там они называются зеленые, такая очень тоже древняя такая цивилизация, которая входит там несколько организаций, которые вообще создавали эту землю. В том числе вот эти зеленые. Они так особо не контактируют с людьми, но как бы у них уровень гораздо выше. Но когда надо они помогают вмешиваются в эти делали. А вот когда вот эти цивилизации две убрали, а Y цивилизация, она взаимодействовала с этими параллельными мирами. Здесь на Земле есть параллельные миры еще, кроме нас. Параллельных миров много, но вот на Земле основных вот этих миров это 12, и плюс еще над системой. как бы у нас есть система Жамбала Земля, и у них своя эта система. То есть тут 13 параллельных миров. И Эпсилом, они взаимодействовали с этими параллельными мирами. Там в трех из них живут тоже люди. То есть там люди есть. В какой-то момент вот эти вот с параллельных миров они обратились к этой Альтере как бы за помощью, чтобы возвратили опять Эпсилом. Почему еще Эпсилом настолько тут связан с Землей не только с параллельными мирами, а и с нашим миром. Тут от Эпсилом стоят такие установки, которые регулируют атмосферу, поддерживают атмосферу. И когда Эпсилом отсюда убрали, то стал вопрос а как поддерживают атмосферу. Сказали если в ближайшее время Эпсил опять не вернут, то придется регулировать уже эти вот эту атмосферу с помощью вулканов. То есть проснутся большое количество вулканов. Они начнут вухтеть вулканов. Но тогда Эпсилон разрешили быстро вулканов. А вообще мы живем в пакете пяти вселенных. Вот это правильно, именно пакет пяти вселенных. Почему пакет? Вот это знаете, как книга, да? Вот астрономы смотрят на той звезды там десять миллионов световых лет или там миллиардов, да? И говорят, вот космонавты, чтобы долететь должны там. Они будут не одну жизнь или там целую жизнь лететь, а на самом деле все по-другому происходит. Это как книги. или по странице ее листать, да? А можно пройти сквозь листы. Это наиболее кратчайший путь. Вот таким образом и летают. И получаются полеты очень быстрые. Потому что есть своя система навигации, локции и навигации. Есть определенные как порталы. И кротовые норы? есть для того, чтобы через них проходить нужно разрешение. И по ним примечаются очень быстро. А так никто не летает. Как мы собираем свои даты. Я тут в одном из влогов предыдущих я рассказал, что в Тольятти очень контактные люди. Очень контактные люди. И короче сейчас нас вез чувак. Ну вы поняли наверное встал какой-то фрагмент. Очень контактный чувак. Супер просто да. Супер контактный чувак. Ну типа он ну да. Я короче узнал очень много нового. Очень много интересного. какие-то версии даже очень походят на правду. Ну например слишком много информации. Единственное о чем я подумал что когда я кому-то что-то рассказываю вдруг я ебану. Телепортируется. Телепортируется. Сейчас приходим а он на кухне сидит. и его не видно мы сейчас об него биться будем. Ну там на корабле же правильно на космическом прям сюда тыц вот видел как видел а ты не верил приходишь такой домой ты как бы привык смотреть да вот сюда например достаешь что-либо оно как бы ну такое да как вот когда помните видос приключения со съемной хатой когда вот типа после не очень чистоплотных снимаешь квартиру типа да и вот такой берешь ну вот же чистые да то есть они здесь сохли берешь и у тебя она короче прилипает просто к пальцам потому что че это такое что это что это такое что это почему она прилипла ко мне что это понятно а якорь я все понять не могу че это такое ты ногти сделал а я смотрю думаю что за френч у тебя там такой от до Clearly Субтитры сделал DimaTorzok